Ну что ж, друзья, хорошего, как говорится, понемножку отдохнули, послушали музыку, 100% покушали, зная я вас, ночных жрабочек. И давайте смотреть игру, давайте наслаждаться очередным зрелищем. У нас, кстати, четвертое, у нас решающее. Я, конечно, ничего не хочу сказать, кроме одного. Друзья, сейчас все решится. Пока, конечно, для АВГ складывается игра не лучшим образом. Если вас вдруг интересует весть из параллельных полей, могу сказать, что Вега Сквадрон молодцы большие и в топ-3 сейчас находятся, лишь кем Дигнитес и Миллениум их обгоняют. Пигги отстают от Вегги достаточно внушительно на 50 поинтов, хоть это и не критически, сами понимаете, Тони Соса дышит Вегги в спину. Ну и в ЕУ-1 лобби, там, как вы знаете, вы же знаете, наших команд нет. Все инностранные, но и там Найт, Стим, Виталити и Фейс Клан держат топ-3. Вот такая вот история. Немножко отстает Пента, чуть сильнее ТСМ, но там борьба нешуточная, между прочим. Подождем результатов, друзья, по трем играм. Я постараюсь вам обновленный результат выдать, как только у меня он появится. Ну и давайте смотреть пока карту. Разлет весьма-весьма классический. У нас снова 17-я команда падает в Георгополь. Там же и парни из Авангар и, быть может, вновь мы увидим какие-то стычки. Как вы видите, ребята из Банкью доказали, что не просто так они в этой зоне оказываются. Падают они туда на уверенности и АВГ выбивают. При этом, как я и говорил, Бланк не та команда, у которой прям супермного фрагов. Они очень спокойно отыгрывают. Они достаточно не агрессивно это делают, но, тем не менее, делают свое дело на ура. Что тут любопытного у нас? Ну, зона, наконец-таки, благоволит команде АВГ. То есть, первый квадрат Георгополь находится уже в круге, второй частично в круге. Ну, то есть, можно лутаться, можно в АФК-режиме наслаждаться происходящим и не париться ни о чем. Это очень важно, это очень правильно. Этого, быть может, и не хватало во многом в команде АВГ. Посмотрим, что будет. Результатов пока нет, друзья. Я периодически обновляю таблицу. Круг весьма комфортный, правда, сходиться он может и к гадке, может уйти и вниз под починки. Может, кстати, и в самих починках оказаться. С малой долей вероятности, мне кажется, будет именно прокать на авангар. Идет лут от кингвинов. Редзон тоже. Кстати, редзон вы выбирает, как вы видите, опять именно прибрежные этим компаунды. Удивительно, но это, видите, сами работает. Редзон, между прочим, занимает по итогам двух карт. Занимали первую строчку. Да, у них там небольшой отрыв в целом такой. Пелотон вообще здесь очень плотный по местам. Тем не менее, вот факт с эсофактом. Все у них в целом комфортно. Дрэйнис вновь с ДПМ. Насколько я помню, раньше Дрэйнис ДПМ очень не любил. Но вот смотрю, рядом с Дрэйнисом лежит автомат Калашникова. И Свят оружие не меняет. Быть может, что-то в его мировоззрении за это время изменилось. Друзья, обновились результаты с 14 места на 15. Опустилась команда Авангард. Тим Редзон закрывает топ-3. На втором месте Хаус оф Нобблс. Это команда Боцмана, Вейдити, Фликса и Санберда. Ну и Финстаг, Зулул, Тимми Зет, Джерпси и Сики. На первой позиции 521 поинт. Конечно, цифры невероятные. Ребята из АВГ набрали лишь 92 поинта и всего лишь 1 килл. Хотя есть команда Майтек. Это TheDoubles, Фингвин, Данбер, Васку. Они занимают 10-ю строчку вообще не менее 2 килла. Это единственная команда, у которой вообще нет килла. Но тем не менее топ-10 звучит чуть солиднее, наверное, чем топ-15. Хотя не так много и очков их разделяют. Если сейчас Майтек умирает первыми, а ВАГ заходит в топ-5, то перегонят они. Первые 10 мест можно, в принципе, обгонять при наличии фрагов, при наличии хорошего плейсмента. Как я вам и говорил, Экскрис занимает первую строчку по личным киллам. У него и у Майдая по 12 киллов делят они, собственно, первую строчку. И Венити закрывает топ-3 у него 11 киллов. Очень-очень много. Хотя за раунд, конечно, Майдай и Венити выдали по девятке. Это рекорды пока. В Венити, кстати, на наших экранах чудеса вождения чуть было не показал. Ребята из Хаус оф Нобелс, которые занимают вторую строчку, в общем, в зачете имеют 28 киллов за 3 матча, за 3 раунда и за 1 раунд им принадлежит рекорд в 17 киллов. Это очень много. Очень грамотная стрельба. С учетом того, что у нас 63 человека в среднем за раунд 63 игрока, но тут еще в сервер, наверное, правильнее считать. В общем, всего делается 57 киллов, 57,3 килла в среднем за раунд, то есть очень многие гибнуты от зоны. Прочих ошибок сейчас Фликса высаживают. Ой-ой-ой-ой. Фингвины и Фликс падают очень быстро. Здесь вообще, конечно, бы не хотелось Венити подставляться. Ребята, Фликс и Венити, я напоминаю, это Хаус оф Нобелс, это топ-2. Венити убивают. Вот вам и топ-2. Фликса тоже. Двоих игроков Хаус оф Нобелс теряет за секунды, буквально за секунды раунда четвертого решающего. Ох, как несладко. Показывают нам разъезды, все команды стремятся в круг. Кин в режиме разведчика занимает дом, и я слышу, что к Кину едут. Так, Кин. Да, Боцман. Кин постреливает, сразу отгоняет Боцмана. Видите, да, разницу? Так, Кин стреляет, чтобы отогнать врага. На второй карте Кина прям ждали, ждали, пока он подъедет в упор и убивали. Фичка видит, как Ронины проносятся мимо. Дизи. Вот, пока еще ни одного шота в спину Дизи не получил. Фичка стреляет, но стрельба пока не результативная. Разбивает стокно, но что тут? Все, здесь сидеть только придется. В-даблс. Ой, ну Дизи, у Дизи там и так был битый Уайзик, в отличие от Дизи Уайзика получает дэмэдж. Дизи взрывает, Дизи не успевает от Уайзика отойти. Ой-ой-ой-ой, как же неприятно. Васка, он взорвает Дизи. И его поедут лутать, кстати. При этом посмотрите на команду... Эээ... Икс Крис, напоминаю вам, это парни из Бланк Ю. Они уже выдвинулись в то время, как АВГ все еще сидят, все еще отдыхают. Не думают о передвижениях, но посмотрим, чья тактика кажется эффективнее. Значит, рана двигаться тоже не всегда. Не всегда качественно и не всегда хорошо. Можно и ошибиться. Ожидаем. Акфинген пошел долутываться. Но пока все очень спокойно будет. И, кстати, вот этот круг вполне возможно будет еще проще для реализации. Седьмые будут втягиваться в круг. Кримсоны на севере тоже в круг летят. Ну и Тимизет нам показывают. Тимизет, конечно, во многом меня сегодня удивляет. Поразительная игра от Тимизета, его выживание. Все эти мувы приводят Финстаг к первому месту после трех карт. Это очень серьезная заявочка. Идут по краю круга занимать Финстаг себе место. И, как вы понимаете, никто им там не помехам. Жан, как я вижу, привозит Дрейдиса. О, Фаном, Фаном уже ведет какую-то цель. И Джо разрабатывает кого-то. Но вы видите, с прицелом есть проблема. Слышу, я работаю в ВСС. Жуткие люди. Только посмотрите на это. В танк вырубается эти Тимизета. Похоже, что не совсем грамотно Тимизет приехал. А, Тимизета срезали, пока он поднимался по лестнице. Что за грубияны? Стрельба великолепная. Прячет J-4 мотоцикл. Да, спасти транспортное средство важно. Нам надо к танго здесь не сбить. Закусил с Икс Крис с Ронинами. Неприятно. Ронин, в принципе, тоже в неплохой позиции. Им там не обязательно буянить. Но, тем не менее, хотят. Хотят повыбивать. Красивая зебра. Красивая девушка. Быть может и очень красивый Текс Кью Си, но... Текс Кью Си я в жизни не видел. Врать не буду. Боцман пытается вырубить. Гавран. Гавран. Да ладно, Гавран все еще живет. А вот Макан. Боцмана удивляет. Боцман. Боцман открывает дверь и пускает Боцмана внутрь. Ох, как здесь не сладко приходится. Макан большой, молодец. Там умудрился удивить. Молмана вырубает Феном. Гавран. Делать Гаврана не совсем пытается... А, там еще и Кингвины пытаются не пустить тиммейтов Гаврана. Тут очень много замесов на краю. Штанц Команд пока еще в живых. Но вы сами понимаете, DC душит. Душит здесь атаксов. Не доезжает до тиммейтов Люкс. Молмана убивает Феном. Очень много смещений. Зона, кстати, на руку играет команде АВГ. Граб все пытается проехать мимо. Там очень много стрельбы. Еще аэрдроп падает, привлекая еще больше внимания к этой зоне. Отсюда только текать. Здесь вообще ничего делать. Все, ну ктиво вырубает дак. Так, Фингвин, что за везение. Посмотрите, ему просто падает аэрдроп в кузов КамАЗа. И здесь, судя по всему, что... БЕБР, да, МК-14. Тем временем ГАПСи доели. Фудж погибает. И я не понял, там Моника можно разрисать или нет. Не успел видеть Келчат. Честно говоря, он настолько был обескуражен этим видом аэрдропа. Аэрдропом. Ларсон. Ларсон отлично высаживает сейки. Ларсон, браво. Ну, Зулул к Джерпси приехал. Тимизет там тоже в живых. Парни захолдят в этом компаунде. Тедава убивает Кайгот. Что ж там с Соником? Покажите наших АВГ. Очень важный был момент. Если УНИКа подняли, это хорошо. Если не подняли, это очень плохо. И АВРОМ. Ох, не знаю, ребята, откуда эти лаги взялись. Надеюсь, что все пройдет. Не припомню лагов до этого. Таких долгих. Ну, вроде... Налаживается, налаживается. Чуть лучше становится. Сэллис. Пытается высмотреть врага. Главное, не падать. Я серверочечки. Родненькие, живите. Ну, в целом, в целом, ситуация, конечно. По кругу адекватно. Я смотрю, Кримсоны нашли себе место севернее. Вокруг горы также распределились сквады. Видите, под горой огромное количество людей. Раппи залег уже под взорванные дачи. Интересное решение, кстати. Не самая дефолтная позиция. Заспотать его могут только те, кто знал, что там есть Раппи. Это очень важный момент. Данбэр. Вроде не по нему работает, только по его транспорту. Да, смещение круга. И вновь круг для АВГ неплох. Даблс. Не пытается заспотать, откуда работает по машине. А вот минус колесико. Он пытается спасти хотя бы три колеса УАЗа. Отсутствие этого колеса для УАЗа не проблема. Проблема, когда ты не понимаешь, откуда тебе этот УАЗ ломают. Ты можешь так вот сесть и тут же еще получить. Отсутствие этого колеса для УАЗа. Нет, даже четыре склада, которые будут, по идее, мимо их позиций двигаться. Вот этот Сайдер уже пытается проскочить мимо восьмых. Восьмые кроют кингвины. Идут под огнем команды Финстаг. А, Финстаг пытаются уцепиться с свое первое место. Бац, сбивает сам себя баги. Что это было, как это было, я, конечно, не эксперт. Но, возможно, вышел со второго места баги, когда его тиммейт выпрыгнул. Выпрыгнул под баги. И, соответственно, баги катилось назад и его тут же сбило. Это единственное, что мне приходит в голову. Но получится ли его спасти? Вот еще вопрос. Маккана здесь находит и разрезает общие с Айрки. Рапи. Бегти буквально на один хп. Рапи снова залег. Бегти взрывают. Кримсоны получили все-таки один склад себе на гору. И сейчас придется с красными разбираться. Зарываются кругом машины, но, смотрю, шестой склад не хочет идти в ярый пуш. Боцман поехал в круг. Ой, Боцман под Рапи заезжает. Но Рапи по Боцману не попал. Хотя и мотоцикл Боцману там нормально принял. Но вот и Гоцман получает хэдшот. И Боцман высаживает. Правда, фраг. Пиди вряд ли достанется. Или достанется. Пиди нет. Не успел. Чек с QC съел Боцмана. Должен натолкнуть на какие-то определенные размышления. Ларсен. Видит, как улетает мимо авиан. И что, DC пытаются сплитануться? А зачем? У DC была неплохая позиция. Варды нокают. Ларсен. Ларсен не ожидал авиана увидеть слева. Кстати, ну, быть может, именно ради этого и был сплит. Я боюсь, что сейчас дам. А Ларсен вырвет авиан. Покажите позицию авиана, пожалуйста, ребята. Ну, такая не читающаяся позиция была. Как я понимаю, с боку за... Над домами. Да, да, да. Именно оттуда. Над домом работает авиан. Ну, и я посмотрю, Гэкси тоже не понимает. Просто в шоке от того, что происходит Кинген. Уже три нока. И сейчас DC выйдут. Разумеется, запушат Гэкси. Последняя надежда своего склада. Но, по-моему, опций для него немного. DC очень грамотно действует. Посмотрите, не стесняюсь. Что за магия от Гэкси? Как он их увидел? Ну, быть может, для него смог. Этот не отрисовался. Такое тоже бывает. Но теперь уже у DC не все сладко. Хотя нормально. Фух. Честно говоря, было очень волнительно. Эти два минуса были абсолютно невероятны. Но это были два нока. Друзья, несмотря на то, что вам предлагают подписаться на Джиросара и Калмиталхан, но можно и на мой царский ТВ, твиттерочек, подписаться. Дело православное, полезное. Фидди погибает от Кримсенов, кстати. Я вижу, как проносится несколько команд по краю круга. И вижу, что АВГ уже вышли из своих домов. Уже закрывают белую зону. Кин. А вот Муминой Дрейнис все еще в круге. А, видимо, Оника мы не застали. Да, но смерть Оника, наверное, была там после нока. Думаю, что Лешу не простили. Бывает и так. Так, Риксенс приезжает в очень серьезный замес. Его тиммейтов уже душат. Не знаю, мне кажется, это была ошибочка, честно говоря. Приезжать вот в этот ЛГ, это очень опасно, да. Вам неудобно, вам некомфортно стрелять. Вас же, вас же просто уничтожают. Это ошибка. Я думаю, это плохой кол от капитана. И Тим Редзон, прошу прощения, бланкью, сейчас и все погибнут. Я не верю, что отсюда можно уйти, что Кримсоны отпустят. Кримсоны и еще бульдоги. На, заспотал. Ренни сынок и Денбер. Какие-то проблемы у Свято, да. Свят не успел выйти. Как вы понимаете, Свято там закрывают. Свят вряд ли будет спасен тиммейтами. А вот Муминой Кин уже в круге. У них уже должна быть чуть лучше позиция. Душит Икс Криса здесь. Джим Бави. Будет добивать, видимо, последнего. Все еще нет килчата под Рейнису, но это не значит, что его могут спасти. Просто упал неплохо в фаном. Рейн ему, конечно, здесь тоже достается. Пытается отрезать тиммейта, но это невозможно. Как видите, Финген отрабатывает Сибера. Причем он лежит, а значит сошки. И значит стрельба без отдачи. Его друзья. Да, Кинг должен Фросто закрыть. Если Кинг Фросто не закроет, то может и его, и Мумина убить, поскольку позиция будет за счет ХГ лучшая. Но в целом, конечно, зона очень шоковая. 12 команд все еще в живых. Как вы понимаете, Крис отходит от машины, пытается к машине вернуться. Еще один шотик. Как хочется Крису здесь доесть этим парням. Как же Кримсоны разозлились на своих коллег из Блан-Кью. Но там, видимо, прицелов не хватает. Кто-то, как вы видите, работает с коллиматора. Дот здесь небольшой помощник. Да, Данбер. Забирает фраг за Дрейниса, собственно. Дрейнис затеркал. Бао начинает настреливать уже на другую сторону. Но получает и в ответ. Да, но сейчас пикать с верхушки горы будет, ой, как непросто. Хотя, ох. Нам хэдшотик прилетает. Там Бао вынужден ложиться и хилиться. Кин, Жан, что будут делать? Двигаться им нужно в круг. Круг очень некомфортный. Но и 29 и лайф тоже говорит о том, что все это ощущают. Тимми из-за этого рубают. Я понимаю, да. Стоф, оставшись один, все равно не сломлен. Все равно здесь лев львиный дерется на Стофе. Стоф подлавливает оппонента на попытке выйти. И забирает его в собственном доме. Так. Стоф, это 200 IQ. Где Рапи? А, Рапи очень далеко на краю круга. Понял я этот сплит. Интересное решение. Мумино впадает под огонь двойки скримсонов. Дуплетом по Жану отрабатывают. Жан, казалось бы, нашел там какой-то подсейв. Но, с другой стороны, тоже есть враги. Нужно быть очень осторожным. Я понимаю, закончились игры в лобби один. Там победили Найтс. У Найтсов первое место. Виталите второй, Фейсклан третья. Каждая из этих команд по разу заняла топ-3. А, нет. Быть может, даже тогда еще не завершилось. Да, быть может, да. Там тоже еще идет игра. Последняя обманывания вас. Просто поинтов как-то нереально много было у Кнайтс. 647. Подумал я, что там все закончилось. Но нет. Там действительно тоже идет игра. Бежит Кин. А Жанна здесь, конечно, уже не спасти. Вот сможет ли Кин от Рапи закрыться? Вот в чем вопрос. Рапи, скорее всего, поползет сейчас на Кин. Так непросто здесь будет. Рапи король вот этих вот игр. На животе мы увидим очень долго. Фрост проходит и выходить будет в спину целому скваду. Не думаю, что у него есть шансы. Но кого-то поднакусать сможет. Фрост ждет. Кримсоны прочекают или нет спины? Ну, должен. Да, НБС проверяет, собственно, спину. Сейчас пойдет зона Фроста выдавливать. Фрост, я думаю, полечится одной аптечкой. А пойдет уже под вторую. Но это имеет место быть. Но, а, у него нет аптечек. Ну все, его тут же убирают. Локвуд, видимо, отслеживал эту позицию. Кин лежит. Рапи ползет. Пингвин очень близко к нему. Васку тоже. А почему Рапи думает, что из-под зоны выползет Кин? Убирает двоих. И умирает от Рапи. Да, Рапи не зря полз. Выполз на край круга. И от Кина избавился. Топ-10 для авангард. Кримсоны. Проблема у Кримсонов. Здесь Джамбаби пытается выползти в зону. Его подблочил тиммейт. Ну, парни... Ох, как везет, что ХАЕшка не тайминговая. А, вот так вот нынче ХАЕшки работают. Понял, принял. Странно. Нереально странно. Ну да ладно. Пайбес. Умирает от рук Джейфо. Кримсон остается вдвоем. НБС в живых. И Локвуд тоже. Но Джамбаби они уже не поднимут. Крис. Вот кто может еще что-то изменить. Джейфо и шестой сквад. Также постараются здесь Кримсонов переиграть. Позиция у них в принципе чуть лучше. Да и количество игроков дает некое преимущество. Увидели Раппи. Прошу прощения. Увидели Раппи. И постараются, быть может, его как-то здесь переиграть. Х-Крис. По краю круга. Все еще выживает. Невероятно, но факт. Шестой сквад пытается как-то серьезно здесь не пустить вперед парней. Ну что тут. Получится пройти Кримсонов или нет? Кримсоны, напоминаю, 14 место. Всего лишь на шаг были выше, чем АВГ. И это для них была неплохая игра. Ред Зон теряет одного игрока. Опять. Работа Раппи, но и Раппи в размен уходит. Раппи в минусе. Еще одна команда погибает. Здесь у Фауста неплохая позиция для встречи аутсайдера и компании. Ну и Зудул до краю. У него там тоже все более-менее комфортом. Ну друзья, кстати, игры однозначно точно закончились в лобби Ред. Вега Сквадрон поднялись на вторую строчку. Большие ребята молодцы. 16 фрагов сделали за 4 карты. Ну это хорошее достижение для Веги. Вен здесь получает с горы. Настрел по аутсайдеру. И Найт с тем Виталити Фейс Клан. Так выглядит топ-3 первого лобби. Ну а здесь ничего непонятно. Икс Крис пока погибает. Круг сужается. Заставляет Кримсон спуститься ниже. Иван просто лежит и ждет врага. Но аутсайдер не торопится. Зона их пока не давит. Хотя рано или поздно придется спускаться. Аутсайдера нокают. Эвен это делает. Но и ДС по идее должны сейчас выйти наверх. Хотя бы хаешки раскидать. Иван занимает вот такую вот позицию. Ждет пока все-таки враг пойдет в пуш. А, высоковато там подниматься. Но и опять же опасно здесь. Сбоку могут еще подгрызть. Да, правильно. Ребята не торопятся. Пожалуй надежнее. Ктанг. Видел, видел врага. Но не знаю, в курсе он о Айрке. Лежит он. Лежит и ждет. Ктанга. Дождался. Ктанг минус. Правда тут же пошел размен от тиммейта. Ну и что? Нет, не тиммейт. Это локвуд. Спину нокнул. Обджи лежит. Умирать не хочет. Аутсайдер и джейфо будет стараться прострелить. Аутсайдер ищет обджи в смокке. Но найти его будет сложно. Перезаряжает обджи два ствола. Готов к серьезным крутым разборкам. НБС нокует аутсайдера. Зулул убирает двоих. Зулул большой молодец. Дак и Кракен погибли. Аутсайдера обджи доел. Ну что, ей будет по Кримсенам. Да, локвуд. Локвуд подогнем. Локвуд пытается спастись. Ответный на стрел. Обджи меняет позицию. Убирает джейфо обджи. Ну и что, Кримсоны теряют все-таки локвуда нокнутым. Джейфо локвуда снимает перед смертью. Буквально за долю секунды до. И DC запушивают. DC минус по обджи. Фауста. Знает джерпси. Гавран тоже с Сэлсом живы. Сейчас главное здесь не ошибиться. Так. Сэлсов вырубают и тут же доедают. Правда и НБС. Убирает запушивший Иван. Кримсоны погибают в полном составе. Ну что, живы редзоны. Жив джерпси. Пока еще дает шанс своей команде. Гавран в минусе. И джерпси довозят до топ-2. Я вас, конечно, придержу, друзья, в курсе. Фенстаг и так были на первой строчке. С весьма столидным отрывом от Ноблов. Ноблы, как вы помните, у нас достаточно рано погибли. И значит, Фенстаг вот этим вторым местом джерпси гарантирует себе. Правильно гарантирует себе топ-1. А вот за топ-2, за топ-3 уже будет серьезная заруба. Удивительная рядом. Вот такой сегодня день. Быть может, неожиданных результатов. Приятно на такое смотреть, разумеется. Кругом. Кругом враги, по мнению Ивана. Но парни должны уметь в математику. Должны понимать, что остались только против одного. Но посмотрите, как же они не хотят умирать. Они не хотят рисковать. Они не хотят терять кого-то. Они хотят отдавать кому-то фраг. Не просто хотят победить. Это дорогого стоит, друзья. Да, джерпси пошел с кругом. Джерпси, быть может, еще надеется на то, что там есть хоть какие-то шансы. Есть какие-то варианты. Но джерпси давит круг. Он погибнет от зоны. Он не отдаст фраг. Он, видимо, догадался, что остался в ситуации 1 в 3. И просто-напросто засейвил очки. Да, не отдал себя. В таких ситуациях, кстати, тоже можно. Но, конечно, любопытное решение. Показывает нам полностью всю таблицу. Наконец-таки топ-10 закрепили АВГ за собой. Хоть на последней карте, но получилось у ребят. Очень сложные игры. Очень кровопролитные игры. И я надеюсь, АВГ готовится, подготовится и будут в комфортном настроении, в комфортном самочувствии встречать крупный турнир. Как я понимаю, это одна из последних для них игр. Быть может, там еще, не знаю, день или два игровых таких турнирных. А все остальное уже всем подготовка и непосредственно сам турнир. Тем не менее, друзья, вот такие вот результаты на сегодня. Для вас, как всегда, собственно, как и любой крупный СНГ-турнир, комментировал я Старский. Спасибо вам, друзья, за то, что были со мной. И до новых встреч. Слышимся завтра на моем канале. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok